МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 25 сентября 1995 года жительница Петербурга Марина Немцова задержалась на работе. Сослуживцы поздравляли ее с днем рождения. Настроение было прекрасным, и ноги сами несли девушку в сторону дома. Дорога проходила через канал Грибоедова по знаменитому Львиному мосту. Едва девушка ступила на деревянное основание моста, как почувствовала головокружение. Оглянувшись вокруг, она увидела. Местность странным образом изменилась. Шумная толпа туристов мгновенно пропала. Набережная, мост и дома были как будто те же, но с улиц исчезли электрические фонари и машины, а у неведомо откуда взявшегося причала качались лодки. Внезапно Марина поняла. Подобную картину она уже видела. На старинной гравюре начала 19 века. Испугавшись, она развернулась и пошла в обратную сторону. Десятиметровый мост показался невероятно длинным, но где-то вдали, как в тумане, был виден электрический свет. Внезапно стало светло, и девушка оказалась среди толпы туристов. Марина уверена, в этот вечер она по невероятному стечению обстоятельств побывала в 19 веке. Многочисленные факты указывают, человек может видеть прошлое и получать информацию из будущего. По одной из теорий, настоящее прошлое и будущее находятся в некоем глобальном информационном поле Земли. В нем, как в огромном компьютере, записаны все события, поступки, мысли и даже эмоции людей. Есть люди, которые умеют подключаться к этой базе данных. В Следственном комитете России Светлану Проскурякову называют просто специалист. Ее методы раскрытия преступлений с точки зрения науки объяснить сложно. При помощи экстрасенсорных способностей Светланы следователям удается раскрывать примерно по 2-3 дела в неделю. С такой периодичностью ее просят заглянуть в прошлое. Фотографии с указанием места рождения, дата рождения и все. Больше никакой информации специалисту мы не предоставляем. И дата совершения преступления, предположительная, если она неизвестна. Получается у нее типа настройки что-то. И дается описательная канва события, что происходило, как происходило, и примерное описание преступника. События прошлых дней, месяцев или даже лет Светлана может наблюдать как на экране в кинотеатре. Для этого нужна фотография. Даты рождения и смерти несут много дополнительной информации. Эти зависимости Проскурякова установила экспериментальным путем. 12 лет она проработала патологоанатомом в Центре судебно-медицинской экспертизы. Дата рождения и дата смерти, как правило, коррелируют с причиной смерти. И поскольку у меня был богатый материал для исследования, я провела исследование где-то 3 тысяч, 4 тысяч случаев таких. Выяснилось, что обстоятельства преступления напрямую зависят от угловых расстояний между планетами. Построив астрономическую карту на момент рождения и смерти человека, можно узнать немало того, что заинтересует следствие. 11 марта 2012 года в полицию города Брянска обратилась 19-летняя Светлана Шкопцова. Женщина заявила о пропаже 9-ти месячной дочки. Коляску с ребенком она на минуту оставила возле входа в магазин. Фотографию девочки показали Светлане Проскуряковой. Я посмотрела на фотографию, и у меня возникло странное ощущение, что девочка находится в каком-то очень плохом состоянии. Когда я посмотрела ее дату рождения и, соответственно, даты пропажи, когда коляску вот эту похитили, я удивилась, потому что аспектов смерти, как я это понимаю, не было по астрологии. То есть 11 марта 9-ти месячная Аня умереть не могла. А значит, есть шанс. К поискам малышки подключилось более тысячи добровольцев. В течение трех недель они прочесывали все леса, дачи, канализационные люки. Перерыли даже городскую свалку. Полицейские проверили сотни адресов, обросили всех, кто находился в момент похищения в районе злополучного магазина. Нашлись люди, которые запомнили женщину, увозившую коляску от двери. Я посмотрела дату пропажи, и по ней я поняла, что похитил коляску мужчина, как-то связанный с ее матерью. С матерью девочки. Мы ушли сожители, ну, по крайней мере, он ее хорошо знает, с ней тесно связан. Вскоре в Москве был задержан сожитель Светланы Шкопцовой, Кулагин. Мужчина сознался. 11 марта он переоделся в женское платье и вместе с матерью инсценировал похищение пустой коляски. Собственного ребенка он убил еще 2 марта, а 3-го вместе с гражданской женой сжег тело на кладбище. В милицию же мать убитого ребенка обратилась только неделю спустя. Хотели замести следы. По статистике Следственного комитета информация, полученная от экстрасенсов, оказывается полезной примерно в 70% случаев. Получается, что мы каким-то образом настраиваемся на вот это информационное поле с помощью фотографии. То есть именно на этого человека, именно на это событие. Образно говоря, время можно представить в виде магнитной ленты или DVD-диска. Все события записанного фильма существуют одновременно. На экране телевизора мы видим лишь один момент. Но это не мешает нам промотать запись вперед или по второму разу рассмотреть уже проигранный фрагмент. Мы не путешествуем по времени, мы просто подключаемся к разным информационным массивам, будем так говорить. И вот это подключение тоже осуществляет специалист фактически, ну с моей точки зрения. То есть он просто вот путем этой настройки перемещается на тот участок DVD, записи, где это происходит. Он включается в это, считывает эту информацию. Полковник МВД в отставке Алексей Скрыпников уверен, своеобразная машина времени есть внутри каждого человека. За последние 40 лет Алексей Иванович разработал множество способов запустить ее работу. Один из них – метод гипно-репродукции. Человек вводится в гипнотическое состояние. Ему ставится реперная точка, что сейчас вы возвращаетесь к такому-то, такому-то числу, в такое-то, такое-то место. И человек действительно мысленно возвращается, и он начинает рассказывать, что с ним в это время происходило. Больше того, он может настолько подробно рассказать, что в обычном состоянии он этого сделать не может. Именно таким способом в 2007 году было раскрыто громкое дело о взрыве Невского экспресса. Главными свидетелями стали случайные прохожие, которые лишь мельком видели преступников и их машину. Память человека позволяет в этой ситуации действительно немножечко изменить. То есть, да, мы не можем обойти машину вокруг. Но под тем ракурсом, под которым человек видел эту машину, он может ее описать. Причем описать в мельчайших подробностях. В деле о взрыве Невского экспресса свидетели под гипнозом смогли рассмотреть номера машины. Составить фоторобот преступников. Подобных примеров сотни. В собственном прошлом люди считывали время на уличных часах, одежду соседей по остановке, цвет светофора в момент аварии и массу других подробностей. Все, что хоть на мгновение попало в поле зрения. Скептики объясняют такие способности устройством человеческой памяти. Но есть и удивительные факты. Глубина путешествий во времени может во много раз превышать срок человеческой жизни. Веки! Ты пройдешь до своего рождения и после своего рождения много-много лет. Тысячи лет! В качестве разминки гипнотизер переносит мужчину в собственное детство. Пять лет! Пять лет! Маленький еще! Совсем маленький! А вот я сейчас тебе дам в руку игрушку. Оп! А ты опиши, что это такое. Ты почувствуешь. Машина. Точно! Я об этом и думал. Зеленая. Пластмассовая или металлическая? Она внутри металлическая. Снаружи пластмассовая. А если он почувствовал именно эту машинку, значит, именно вот такая машинка у него была в детстве. Такая вот пластмассовая снаружи и металлическая внутри. Удивительно, но показания электроэнцефалограммы в это время действительно приближены к мозгу пятилетнего ребенка. Семь дней! Семь дней! Спи, 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 спи. Вот, видите, глазки сходятся, 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 сходятся. Поднимая веки загипнотизированного человека, мастер убеждается. В данный момент Дмитрию действительно несколько дней от рождения. Об этом явно говорят глаза. Ребенок еще не умеет фокусировать их на каком-то предмете, и поэтому они вот как-то вот так вот один выше, второй ниже глаз. Это объективно подтверждает, что наш мозг помнит не только на психологическом уровне, как некоторые думают, что это, ну, чистая психология. Это не чистая психология, это психофизиология. Но что будет, если отправить его разум в гораздо более дальнее прошлое? 500 лет до твоего рождения ты есть? Вроде живой. Вроде живой. Чужой. Все другое. Все другое? Энцефалограмма подтверждает, мозг человека активен. Там, в 1452 году, он видит, слышит и воспринимает действительность. Для его сознания это время в данный момент является настоящим. И в этом состоянии транса наш вот испытуемый, он в этом измененном состоянии сознания и оценивает то, что он переживает. всего несколько минут требуется гипнотизеру для того, чтобы изменить направление времени. Теперь Дмитрий будет путешествовать в будущее. Сейчас ему 60. Посмотрим, что испытуемый увидит через 10 лет. сейчас тебе 70 лет, мы включаем телевизор, ты смотришь и рассказываешь, что там идет, что там. Все похоже, как раньше, но все быстрее движется в необычной форме. И говорят только всего хорошего. В 70 лет кто президент России? Женщина. Женщина? Путешествие во времени продолжается. Дмитрий описывает себя то дряхлым больным стариком, то маленьким ребенком. В один момент он не смог дать описание ни себя, ни местности. Я увидел себя в материнском организме, потому что я не знал, что это материнский организм, но по описанию вот это пульсирующее красное пространство, вот это это то, где я мог находиться до рождения. 200 лет в будущее. Именно в этом времени происходят наиболее интересные события. Да, я живой, но я уже не здесь. А где ты? Как в каком-то красивом кристалле, в котором есть жизнь. В мире есть жизнь, а ты в кристалле, так? Да, это одно и то же. Это состояние, когда он находится в кристалле, и Земля только часть его восприятия, здесь можно предполагать, что скорее всего он вышел в астрал. Самым дальним пунктом путешествия сознания во времени стала точка, удаленная на миллион лет. Но даже в этот момент деятельность головного мозга по показаниям электроэнцефалографа не прекратилась. Эта картинка показывает аномальное состояние сознания. возможно это уже не человек. По крайней мере в обычной жизни такое распределение электрических импульсов в коре головного мозга наблюдать нельзя. увеличивается мощность медленных ритмов головного мозга альфа ритм как правило распределяется несколько иначе он смещается к передним отделам коры головного мозга и увеличивается мощность дельта тетового в зависимости от стадии гипноза. Сам испытуемый после выхода из гипноза мог вспомнить не местность или телесные формы а некое состояние. Я ощутил себя частицей какого-то глобального разума в то время как имея ему ну что ли отсутствие ничто невыразимость в телесных формах но это ощущение это даже не видение это скорее ощущение вот этой причастности частицы целого. Данные полученные в ходе этого эксперимента еще предстоит обработать но одно можно сказать наверняка сознание человека оставалось активным во время всего путешествия во времени сознание есть продукт высоко организованной материи головного мозга так вот если головной мозг материальный продукт материальная субстанция она и должна производить некую материальную продукцию некий материальный продукт то есть грубо говоря мысль тоже должна быть материальна если пойти дальше опять теоретически должны быть какие-то места, где вот эти вот мысли, этот продукт материальный, он накапливается, он сохраняется. То есть мы говорим о вот этой вот информационной базе, информационной среде, которая имеет право существовать. Причем времени в этой информационной среде не существует. Она содержит в себе информацию как прошлого, так и будущего. Вероятно, именно оттуда получали сведения все известные пророки. Еще в середине 16 века Нострадамус предсказал революцию 1917 года в России. В 1939-м американский медиум Эдгар Кейси рассказал об убийстве Кеннеди в ноябре 1963 года. В 1980-м году болгарская прорицательница Ванга предсказала гибель подводной лодки Курск в августе 2000-го. И атаку террористов на башне Близнецы в сентябре 2001-го. Сотни тысяч сбывшихся предсказаний явно свидетельствуют. Информация из будущего может быть доступна. Летом 2001-го года в один из московских НИИ обратился майор милиции из города Липецка. Уже почти год как мужчина боялся спать. В каждом своем сне он в подробностях видел события следующего дня. Началось, естественно, это все со стресса. Он впервые увидел это смерть своего близкого человека. Увидел его с точностью до одной минуты. То есть ему ровно там в 15.01 позвонили, сказали, что у него скончался отец по какой-то определенной причине. Поначалу пророческие сновидения вызывали интерес. На работе Гурин с самого утра рассказывал коллегам криминальную обстановку за предстоящий день. Заранее знал о вызовах и задержаниях. Однако вскоре милиционер осознал. Рассказывать коллегам можно далеко не все. Я накануне видел, что мой сослуживец был ранен при задержании преступника. И я видел, где это стояло преступник, и как он в него стрелял, и все. Но не мог его заранее предупредить, потому что не поверил, что это может произойти. А это все произошло. После этого случая сослуживцы стали сторониться майора. В личной жизни началась черная полоса. Самое ужасное было в том, что предотвратить воплощение в действительности приснившихся трагедий Сергей Иванович никак не мог. И снится, что мой сын упал с этого велосипеда, снятся спицы, и как он туда попал. Потом я вдруг от ужаса проснулся и велел своей жене не пускать Лешку, вот моего семилетнего сына, чтобы он садился на велосипед и никуда не ехал. Но вдруг вечером мне звонят с больницы, с травматологией, и жена сообщила, что сын упал с велосипеда и разбился, в общем, и сломал руку. Оказалось, что после школы он сел на велосипед своего друга, и вот это все произошло. Обследовав майора, московские врачи пришли к выводу, никаких психических отклонений у милиционера нет. Вероятнее всего, способности к предвидению появились в результате сбоя внутренних биологических часов. Своеобразной настройки мозга на восприятие действительности. Заключения врачей подтверждали и внешние признаки. Он стал резко стареть. Если честно, обратился, что он именно поэтому. То есть у человека, как бы сказать, на глазах он видел, как уменяется его внешность. Этот уникальный аппарат можно назвать своего рода машиной времени. С помощью комбинации световых, звуковых и электромагнитных волн он производит синхронизацию внутреннего времени человека с внешними условиями. Проще говоря, майора Гурина вернули в наше время. Сны о будущем ему больше не снятся. Процесс старения прекратился. Более того, после восстановления хода биологических часов, здоровье милиционера значительно улучшилось. Сергей Иванович продолжает службу в родном Липецке. И иногда даже жалеет об утраченных способностях провидца. Чаще всего временные аномалии можно наблюдать в местах крупных сражений. После Великой Отечественной войны на полях России остались сотни тысяч незахороненных солдат. Тысячи тонн так называемого военного металла, оружия, обмундирования и боеприпасов. Подобно тому, как металлоискатель определяет скрытые под землей предметы, человеческий мозг может воспринимать информацию о событиях прошлого. Пять человек ходят недалеко друг от друга в зоне визуального, ну, как бы, визуально видят друг друга. Если человек чуть-чуть отошел, там, 200-300 метров от основной группы, начинается такое ощущение, как будто тебе смотрят в спину. Как бы, достаточно сильное такое неприятное чувство, то, что, ну, приходится озираться, как вроде поворачиваешься, а там никого нету. Многие поисковики утверждают, собранные на полях боев предметы при определенном стечении обстоятельств способны перенести человека в другую реальность. Для многих такие находки становились роковыми. Мы выехали в очень глухие леса, у нас была группа, я от нее отбился, нашел немецкие позиции небольшие, вот, набрал интересных вещей, но никак не мог найти место обитания своей группы. Ходил где-то полдня, если даже, не весь день, думал, все, так там и останусь. Потом прямо после леса встретил пожилого человека. Он им сказал, типа, вот, пока ты не оставишь то, что ты здесь взял, ты не выйдешь к своим. Ну, я послушал его, думал, зачем-то все надо. Все положил, где взял. Минут где-то через 30 уже нашел своих коллег. Подобные истории среди копателей не редкость. В июне 2010 года группа поисковиков проводила раскопки в районе Выборга. В этих местах страшные бои происходили дважды. В Советско-финскую и в Великоотечественную войну. Уже через несколько часов поисков молодые люди с удивлением обнаружили. Время в этом месте идет по-другому. Ты зашел туда, ходишь, 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 как бы вроде, ну, устал уже, все. Вот, а смотришь на часы, ты там буквально полчаса, сорок минут, вот так вот. В этот раз молодым людям везло. С помощью металлоискателя удалось обнаружить алюминиевую пряжку и саперную лопатку немецкого солдата. По-видимому, рядом должны находиться его останки. Поиски решили продолжить на следующий день. Ночью Игорь проснулся от ощущения непонятной тревоги. А выглянув из палатки, увидел, метрах в пятидесяти по полю передвигалась белая фигура. Это, я думаю, мираж финского солдата. Они все были на лыжах, как вам известно. И очень много их погибло в этих местах. В Петербургском отделении организации «Космопоиск» нам рассказали. С призраком финского лыжника в Выборгском районе Ленинградской области встречались многие. Фигура выглядела, как белый призрак, напоминающий фигуру военного. И несмотря на время, это летний период, осенний, зимний период, фигура двигалась с движениями, которые имитировали, напоминали движения лыжника. Все очевидцы описывают одно и то же. Фигура лыжника появляется около полуночи в одном и том же месте и двигается по одной и той же траектории. Вероятнее всего, он до сих пор находится в феврале 1939 года, когда на этих полях погибло более 20 тысяч финских солдат. Сегодня факт существования хрономиражей не отрицает даже академическая наука. Объяснить их ученые пытаются при помощи известных законов мироздания. Согласно теории относительности Эйнштейна, наш мир не ограничивается тремя измерениями. Время, четвертая координата, является неотъемлемой частью пространства. События прошлого и будущего существуют в нем наравне с настоящим. Отсутствие возможности свободного перемещения по оси времени – это защита. Защита от дурака. Существуют горизонты во времени. Что это такое? Дело в том, что наш мир, наша Вселенная, в которой мы существуем, – это мир событий. События между собой склеиваются в единую такую конструкцию с помощью пространных причинно-следственных связей. Причинно-следственные связи объединяет все в единый мир, в котором мы сейчас существуем. И если мы уберем вот эти горизонты, то будущее и прошлое начнут оказывать на нас влияние. И пространственно-временные связи разрушатся. У Александра Николенко есть свое объяснение появлению хрономиражей. Занимаясь изучением природы времени, Александр Дмитриевич пришел к выводу – наша Вселенная не одинока. По оси времени расположено множество Вселенных или параллельных миров. У всех у них одно и то же пространство. Временная координата меняется, а пространства, они все пользуются одним и тем же пространством. Поэтому вот мы сейчас в этой комнате, вполне может взрываться сверхновая звезда или идти сражение рыцарей с кем-то там. Или идти с заседания какого-нибудь очень важного парламента. И все это будет происходить вот в этой комнате. Но ни мы их не видим, потому что мы закрыты горизонтами. Ни они нас не видят. Но пространство у нас одно и то же. Каждый из параллельных миров прикрыт собственным горизонтом событий. При определенных обстоятельствах между горизонтами возможны пробои. И тогда мы можем наблюдать явления, непонятные для нас, типа полтергейсты, например, да? И в том числе вот эти хрономиражи. Правда, я думаю, что здесь скорее не столько хрономиражи, просто по аналогии в каком-то мире что-то происходит, и оно воспринимается просто нам как наше прошлое, но это может быть просто жизнь какой-то другой соседней параллельной вселенной. То есть, наблюдая жизнь параллельного мира, наш мозг автоматически подбирает известные ассоциации из знакомого прошлого. А как же быть с давней мечтой человечества? Путешествиями на машине времени? Современная наука вплотную занимается изучением этой проблемы. Теоретические предпосылки для создания такой техники есть. Главная проблема – как сохранить жизнь и разум хронопутешественника? Мы же хотим, если отправим Ивана Ивановича в путешествие, мы хотим, чтобы обратно мы получили того же Ивана Ивановича, не два килограмма картошки, правильно? Поэтому вот законы, которые выполняются в нашем мире, должны выполняться в его космическом корабле, иначе будет кисемиссия, грубо говоря. По этим законам двигаться навстречу времени может только антивещество. То есть на время путешествия Иван Ивановича придется в прямом смысле слова вывернуть наизнанку, а после вместе с кораблем мгновенно выбросить из нашего пространства. Потому как при малейшем контакте вещества с антивеществом происходит взрыв. Но по прибытии в точку назначения хронопутешественнику вновь надо будет стать таким же, как все люди, а значит, процедуру придется повторить. Бедный Иван Ивановича опять нужно будет вывернуть наизнанку. Сердце у него встанет опять на место, где ему положено, и опять выполнить зарядовое сопряжение, то есть заменить античастицы теперь уже на частицы. Таким образом он останавливается во времени и может уже спокойно высадиться в том времени, в 1649 году, и пойти в Лондон, к примеру, и посмотреть на то, как королю Карлу I будет отрубать голову. Но есть еще одна проблема. Побывав в прошлом и получив необходимую информацию, путешественника надо будет каким-то образом вернуть домой. Чтобы попасть обратно в свое время, машине времени придется превысить скорость света. А это с точки зрения теории относительности Эйнштейна сделать невозможно. Он будет двигаться строго с той же самой скоростью, будет догонять настоящее, а настоящее будет от него убегать с той же самой скоростью. Поэтому как бы он ни старался, выбраться уже из Лондона у него не получится. И вот это большой дефект машины времени, который вот это вот, наверное, испортит ему всю жизнь, делает под вопросом всю эту конструкцию. Искривление пространства времени, кротовые норы и черные дыры пока остаются только теоретическими возможностями для путешествий во времени. Сергей Ларенков, лоцман. Сутки через трое он заводит в порт Санкт-Петербурга гигантские корабли. А в свободные от работы дни путешествует по времени. Первое путешествие произошло благодаря вот этой старинной открытке. Мне захотелось просто их как-то привязать к современной жизни, чтобы можно было одновременно увидеть оба времени. И случайно так возникла идея такого временного портала. Первые же эксперименты по совмещению двух времен дали удивительный результат. Посмотрите, настоящее и прошлое выглядит как единое целое. Но еще больше информации несут старые фотографии. Особенно сделанные во время Великой Отечественной войны. Однажды в руки Сергея попал вот этот знаменитый блокадный кадр. Девочка и бабушка на санках везут по Невскому тело, скончавшегося от голода ребенка. Сергей решил разыскать место, откуда была сделана фотография. Я пытаюсь найти эту же точку. Если я нахожу точку, то там нужно найти ее буквально до сантиметров. И тогда все совпадает. Я вижу глазами того фотографа современный город или своими глазами то время. Как бы вживаюсь в того фотографа, который делал этот снимок. Оказалось, что если занять то же положение в пространстве, которое занимал в свое время автор старой фотографии, можно совершить прыжок во времени. Это очень сильное чувство, которое возникает, действительно, сродни перемещению во времени, на машине времени. Ты одновременно видишь два, два времени. И держа перед собой так фотографию, чувствуешь, что она как бы является порталом. Это кажется невероятным. Но на точках, с которых были сделаны фотографии, слышны взрывы, крики и свист пуль. Более того, можно полностью погрузиться в ту обстановку. Всем своим существом ощутить время. В тот момент, когда я нашел эту точку, встал на место того фотографа, который делал этот снимок, я ощутил какой-то ужас. Ужас от этого происходящего, холод. И стало не по себе. Удивительно, но находить точки, с которых несколько десятков лет назад были сделаны снимки, Сергей умудряется довольно легко. Во-первых, помогает профессия. Определять свое положение в пространстве профессиональный лоцман должен с точностью до сантиметра. Но бывает, что ноги сами, безо всяких расчетов, приводят Сергея в нужное место. Этот снимок сделан в немецком городе Форст. Под фотографией запечатлевший фрагмент наступления советских войск на Берлин было написано. Бойцы 1-го Украинского фронта ведут уличные бои. Городов с таким названием в Германии три. Название улицы вообще неизвестно. Какая сила вывела Сергея в нужное место нужного города, он сам объяснить не в силах. Тоже там мистические некоторые события были. Въезд в город был закрыт, я не смог в одном месте въехать. Поехал в объезд и с черного хода, так сказать, сразу наткнулся на этот дом. Возможно, доступ к информации о военном времени Сергею помогает получать память умерших родственников. Мои все здесь были. Все вот оба деда и обе бабушки. Они все в кольце блокады, все пережили голод. Вот бабушки работали на заводах города, а оба деда воевали в кольце. По одной из версий, души ушедших людей становятся частью глобального информационного поля Земли. В этом пространстве сохраняется все. Действия, эмоции, даже мысли. Их источниками могут быть не только люди. Выражение «стены» помнят не образ. Переместившись во времени на 60 лет, в пространстве они остаются там же, где были. Глядя на эти кадры, понимаешь, ощущения автора не просто эмоции. Совмещая фотографии прошлого и настоящего, Сергей открывает канал связи между двумя временами. Там, в 42-м, на этом месте и сейчас стоит фотограф. Там, в 42-м, продолжают умирать с голоду люди. Там рвутся снаряды. Научное обоснование возможности видеть прошлое еще в конце 60-х годов дал известный советский ученый, академик Альберт Вейник. Историю этого человека можно считать как великой, так и трагической. Ученики и последователи считают его гением. Чины из Академии наук называют лжеученым. Одно отрицать нельзя. Общая теория природы Вейника, единственная в мире, может объяснить реальность путешествий во времени. Основной областью знаний академика Вейника была металлургия. Разрабатывая технологии отливок и обработки металлов, ученый пришел к выводу. Главную роль в теплообменных процессах играет энергия времени. В своих экспериментах он доказал, время является материальным продуктом тонких миров. Оно существует благодаря движению мельчайших частиц – хрононов. Они обладают всеми теми же качествами, формами движения, как и любое другое. Например, электрон обладает электрической составляющей, еще какой-то вращательной формой движения, ее спином называют и прочим. И вот всеми этими вещами обладает точно так же и хронон. Доказательством существования хрононов является целая серия приборов. Это схема, созданного Вейником генератора хронального поля. Сам автор называл его «касательный еж». В центральное место между концами пластин он на тонкой-тонкой проволочке опускал пластиночку, ну, типа маленького столика, на котором положены часы. Там они были механические, электронные всякие. И очень быстро и заметно начиналось изменяться время. Часы замедляли свой ход примерно на 20%. При других углах установки пластин время наоборот ускорялось. Свои приборы Вейник использовал в металлургии. В результате не только ускорялось время застывания металла, но и значительно изменялась его структура. Главным свойством хрононов академик называл способность переносить информацию. Мгновенно, без потерь и на любые расстояния. В том числе из прошлого в будущее и обратно. Вейник пишет, что этими свойствами обладает человеческий мозг. И где-то он даже обмолвился такой фразой, что извилинный мозг – это и есть как раз те самые границы раздела, которые и активизируют процессы обмена хрононами. Именно этим объясняются такие явления, как телепатия, ясновидение, биоцелительство, телекинез и левитация. Способностью выделять и поглощать информацию в виде хрононов обладают даже камни. Огромные концентрации хронального вещества Вейник обнаруживал при обследовании мест крушения НЛО. После чего в своей лаборатории сконструировал несколько типов безопорных движителей, которые, к изумлению окружающих, действительно работали. Разновидности, дай бог памяти, шук 40 или 50 только. Он их называл М.Б. Спрятав под этими буквами аббревиатуры Барон Мюнхгаузен, как говорится, которые вытаскивали сам себя за волосы из болота вместе с лосуди. Расчеты Вейника и результаты его опытов полностью обескураживали ученых. Опровергать теорию относительности Эйнштейна может только сумасшедший. На специальном заседании Белорусской Академии Наук общая теория природы Вейника была признана лженаукой. Противостояние академика и академической советской науки переросло в поистине средневековый фарс. Приказом председателя Госкомитета Совета Министров БССР по печати Коновалова от 19 сентября 1969 года книги Вейника «Термодинамика» в количестве 15 тысяч экземпляров были изъяты из книжных магазинов и сожжены на костре. Кстати, именно в этой книге впервые было описано взаимодействие частиц наномира и дан прогноз их возможного использования в технике. Сегодня нанотехнологии у всех на слуху. Тогда же во всех издательствах на фамилию Вейник было наложено беспрекословное табу. А сам академик попал под пристальное внимание КГБ. Значит, Вейник, зная, что за ним ведется тщательное наблюдение, все свои рукописи дома не хранил. Он все их развозил по всей стране своим друзьям. Это уникальная книга. Так выглядит знаменитый советский сам издат. Отпечатанные на машинке труды опального академика передавались из рук в руки и зачитывались до дыр, вплоть до развала Советского Союза. В начале 90-х множество его статей буквально ворвалось в открытую печать. У нас были в первых номерах статьи его очень оптимистичные по развитию вот этой теории времени и всего прочего. И вдруг он прислал нам письмо, такое мощное, оно у нас опубликовано, где он отказывается от всего, как бы предает анафемию все эти свои исследования, считает, что это все, значит, небожественное. И у него очень печально закончилась жизнь. Альберт Вейник трагически погиб 24 ноября 1996 года. К тому времени он принял православие, получил крестное имя Виктор и стал изучать взаимодействие материального и духовного миров. О том, что произошло в начале 6 утра по дороге к утренней литургии, достоверно рассказать уже не сможет никто. Старший сын академика Виктор убежден, это было убийство. Официально он совершенно случайно в неположенном месте перебегал дорогу, его сбила сначала одна машина, а потом добил и размотал и провезла там метров 50 вторая легковая машина. в 5 утра ночью, глубокой осенью, из парка он мчался, как очумевший, на безумной скорости, которую мог себе позволить человек в 77 лет. Он слетел с лестницы огромными прыжками, с лестницы из парка на тротуар, огромными прыжками, в панике было жутко и помчался. Какой ужас заставил 77-летнего академика со скоростью спринтера выбежать из парка на дорогу, наверное, навсегда останется тайной. Человеческий организм веник сравнивал с горшочком с землей. Душа это семя. Сам по себе горшок большой ценности не имеет, но и семечко без земли не вырастет. В конце жизни взращенная человеком душа отделяется от тела и переходит в тонкие миры, становясь частью огромного вселенского разума. Все мировые религии сходятся в одном. Душа человека бессмертна. Она живет вечно, а значит, время это только правило, закон, созданный высшим разумом для нашего земного мира. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова